сегодня мы с вами приготовим еще одну из возможных корейских закусок и их большое множество для этого нам потребуется цукини или можно заменить его на кабачок одна штука крупного размера вот обратите внимание какой размер первым делом и конечно же моем овощи затем обрезаем у него края то есть кончики далее нам нужно будет разрезать цукини вдоль по его форме на четыре равные части вот таким вот образом должна получить вот такой нарезанные вот таким образом части и затем каждую из них нарезать форме полукруга или дольками еще базе очень часто называют полумесяцем половинка луны такой формы обратите внимание на толщину она должна быть это 3 миллиметра нарезанные цукини закладываем в емкость удобно для перемешивания в миску и добавляем соль пол столовой ложки меня розовой гималайской можно любую мы будем выводить жидкость из цукини засыпали соль все хорошо перемешали солью и оставляем настаиваться при комнатной температуре в течение 15 минут за это время у нас с вами должна будет образоваться в миске жидкость которую мы с вами должны будем слить сами цукини уже кусочки отжимать не нужно просто сливаем воду и все отставляем их пока что в сторону теперь займемся зеленым луком нам нужно будет три пера можно чуть больше но не человек не меньше потому что нам будет нужен именно зеленый лук сегодня тонко и мелко его нарезаем кольцами и также подготавливаем с вами измельченный чеснок 1 столовая ложка где-то 4 зубчика примерно это и мы будем делать на этом масло зеленого лука острое также нам будет нужен с вами консервированный тунец второй наш основной ингредиент 1 банка в 100 грамм может быть с маслом или соком неважно потому что мы все равно его сливаем и нам нужно будет то есть сам непосредственно консервированный тунец теперь мы нагреваем сковороду с растительным маслом 2 столовые ложки в данном случае нужно достаточно много масла 2 столовые ложки то что мы будем делать масло обогащенное вкусом зеленого лука и чеснока который мы закладываем на сковороду и пассеруем на средне тихом огне до явного их запаха после этого добавляем красный молотый перец чили порошок пол столовой ложки из уже вас корейский оригинальный кучут кору то можно одну столовую ложку но смотрите по вашему вкусу по степени остроты которую можете вынести далее готовим на тихом огне все время помешивая делаем острое масло все должно хорошо перемешаться а перец пропитаться маслом тогда когда это произойдет мы с вами закладываем прежде подготовленный тунец 100 грамм с которым мы слили масло или же сок что там было и делаем средний огонь и на среднем огне все хорошо перемешиваем чтобы у нас тунец пропитался вот этим самым маслом ничего не подгорело и далее уже добавляем цукини помню что предварительно мы с него слили воду заложили цукини и опять все хорошо перемешиваем в процессе перемешивания тоже продолжаем поддерживать средний огонь теперь нам нужно будет освободить место в середине сковороды или на краю сковороды и засыпать туда сахар 1 столовую ложку и также добавить соевый соус 1 столовую ложку в этот момент при желании захотите если есть можно сложить устричный соус у меня нет в принципе его не очень люблю поэтому я его не добавляю теперь все хорошо перемешиваем с добавленными ингредиентами и продолжаем далее готовить все время помешивая на среднем огне нам нужно с вами протушить кабачок это займет где-то около буквально двух минут и после этого мы с вами выключаем огонь и добавляем кунжутное масло пол столовые ложки а также кунжутные семена пол чайной ложки ну или чуть больше меньше по вашему предпочтению теперь нам осталось только все еще раз хорошо перемешать и собственно говоря наше блюдо наша закуска готова подаем ее как другие обычные закуски к столу среди остальных закусок можно есть теплый прямо сразу после приготовления может холодный а перед подачей к столу можно еще раз посыпать обжаренным кунжутными семенами и все наше нехитрое блюдо готово очень вкусное но не тяжелое отлично сочетается с белым отварным рисом можно хранить в холодильнике в контейнере в течение трех дней перед подачей просто еще раз разогреть на сковороде или же холодным надеюсь вам было интересно здесь еще раз приведен способ приготовления и ингредиенты желаю вам приятного аппетита а 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 и Продолжение следует...